Я нахожусь в гроте Гефсиманского сада. Именно здесь Иисус располагался с апостолами. Сюда же Иуда привел отряд воинов. Иисус как-то сказал апостолам, «Вы называете Меня Учителем и Господом, и правильно делаете, ибо Я точно то». Когда ученики называли Его Господом, это означало, что они подчиняются Ему. Но в ночь предательства Иуда не назвал Иисуса Господом, не назвал Его Учителем. Поцеловав Иисуса, Иуда назвал Его Рави. И это обращение о многом говорит. Это была проверка того, как на самом деле Иуда воспринимал Иисуса, да никогда не относился к Иисусу как к Господу. В жизни порой наступает время, когда наши отношения выходят на поверхность и проливается свет. Мы можем полагать, что состоим в отношениях определенного уровня, но наступает критический момент, и мы видим, как этот человек на самом деле относится к нам. Иуда всегда считал Иисуса кем-то более низкого уровня, просто хорошим наставником, но не владыкой. Истинная природа отношений неизбежно становится явной для их участников.